Друзья, всем здорова! С вами проект Ferrum Live, я Сергей Шихайлов, и сегодня мы будем говорить о Pixel 2 XL. Приехал он из интернет-магазина Stylus.ua, ссылка на этот продукт в их каталоге, а также в других магазинах будет ждать вас в описании этого самого ролика. Там же будет линк на кэшбэк, который поможет вам экономить на покупках в интернете. Это условно распаковка, первое включение, называйте как хотите, не обзор точно. Это видео снимается для того, чтобы все желающие могли оставить вопрос по распаковываемому девайсу, и мы на эти вопросы ответим в грядущем обзоре или в опыте использования сего аппарата, который у нас опыт выйдет на Ferrum Live на вот этом вот канале, а обзор выйдет на Ferrum.com. У нас два канала, открываю тайну. Ссылочка и на другой, и на этот канал будут в описании ролика, в закрывающем окне, то есть в самом конце этого видео будут кликабельные ссылки на оба канала. Отключайте нахрен свои отблоки или как это называется, и вы точно эти ссылки увидите. Два значка будут в конце ролика. Можете нажать, подписаться и все вот в этом духе. Итак, поставляемся мы вот в такой вот коробке, суммарно симпатичной, но с другой стороны ничего супер прям охренительного в ней нет. Мы открываем коробку, эффект Apple, ждем пока она выпадет, но я его ускорю. И нас сразу же первым делом сам смартфончик встречает. Мы его пока что в сторонку и быстренько смотрим на комплектацию, чего у нас тут есть. Первым делом нас встречает такой вот конвертик, я его уже открывал, но скажу сразу, что вот такое вот качество полиграфии и есть. То есть вот так этот хлястик и телепался, тут нас ждет скрепка и документация. Я не думаю, что об этом стоит в принципе говорить. Помимо того, у нас в комплекте имеется адаптер питания. Я кстати даже не смотрел его характеристики. У нас тут 2 ампера. Но логотипа Fast Charger, Quick Charger я не вижу абсолютно. В смартфоне установлен 835 Snapdragon. Есть предположение, что быстрая зарядка есть. Если кому очень надо знать, так ли это на самом деле, напишите об этом в комментариях, задайте свой вопрос. И я на этот вопрос в обзоре отвечу. Помимо того, в комплекте у нас имеется вот такой вот штепсель, назовем его так. Вообще это OTG-переходник. Вставляем этим концом смартфон. Сюда вставляем флешку, мышку, клаву. В теории флешку точно захавают. Ну как бы это по моему опыту с предыдущими аппаратами. У нас смартфон лишен 3.5 миниджек. Поэтому тут есть такая вот штука, которая является переходником с Type-C на миниджек. Молодцы гугловцы в позапрошлом году или в позапозапрошлом, получается, уже году они троллили Apple, когда они выпустили iPhone 7. Подожди, в 6s же был миниджек? Да. Айфон 7, в котором миниджека не было. А теперь вот мы сами выпускаем телефон без миниджека и кладем переходник в комплект. Также есть у нас Type-C кабель. Честно, как для аппарата за 1000 баксов, комплектация вообще, ну честно, тупо, вообще ни о чем. Я ожидал тут, я не знаю, увидеть, может какой-то, знаете, глупость сейчас, наверное, скажу, но все же, купон какой-то охреневающе скидочный на какую-то охренеть фирменную гугловую продукцию из разряда. Там у них какая-то вроде там, у Apple была вроде умная колонка, а у этих вроде бы роутер какой-то умный был или что-то в этом духе. На их какие-то гугл-глассы, хоть на что-нибудь в комплекте нету из суперинтересного, тупо ни хрена, самое необходимое, даже гарнитуры нет. Честно, я трошки в шоке, потому что, если вспомнить, например, вот это вот особо классно у нас, пленочка прилипает к телефону, ее не так просто снять, зашибись. Например, к Galaxy Note у нас в комплекте идет кто? У нас идет зарядка кабель, наушники, у нас идет стилус в телефоне, к стилусу у нас идут сменные стержни и пинцет для их замены. И Galaxy Note сейчас уже меньше 1000 баксов стоит. Этот телефон в украинских реалиях сейчас стоит больше 1000 долларов. Я вообще ни хрена не понимаю, что сейчас происходит с этим миром. Я сдуваю пылюку, сметаю ее чуть-чуть руками, но ее немного у нас еще остается. Ну да ничего, информативность это не портит. Тыльная панель у нас выглядит вот таким макаром. Я так предполагаю, что у нас тут металл. Я скажу сразу, я ничего не изучал по этому устройству, потому что оно мне в принципе неинтересно, исходя из цены. Но вы неоднократно у нас и в видеоблогах, и под обзорами спрашивали, расскажите хоть что-нибудь про Pixel 2 XL, скажите свои впечатления. Вот поэтому взяли на обзор. Поэтому я сейчас не буду швыряться какими-то характеристиками. По ссылкам в описании вы можете пройти в магазины и почитать эти характеристики, либо ждать обзор, где мы расскажем и про материалы корпуса, и про все на свете. Так вот, у нас сзади имеется какое-то напыление, благодаря которому кажется, что это вообще пластик. Но честно, рука радуется, держать приятно. Сверху у нас живет стеклянная вставка. Вот, и выглядит это все вот таким вот образом. И честно, я бы сказал, что мне не нравится, как это все выглядит. Но тем не менее, логотип Google, сканер отпечатка пальца, стеклянная вставка, на которой живет камера и вспышка. На фронтальной панели, пока у нас выключен дисплей, тут у нас имеется динамик, тут имеется динамики, фронтальная камера. Предполагаю, где-то тут у нас датчики приближения и освещения. На левом ребре только лоточек. Так, я сейчас попытаюсь еще блик правильно поймать. Такой цвет интересный, что он прям втягивает свет. Вот, лоток. На правом ребре кнопка включения и качелька громкости. И сверху у нас живет аж целое маленькое такое отверстие, за которым живет микрофон системы шумоподавления. А снизу у нас находится аж целый USB Type-C порт. Как бы все. Внешность аппарата прям безумно минималистична. У нас на фронтальной панели стекло имеет 2.5D эффект, при этом достаточно сильный. Суммарно, вот это пока первое, что мне действительно нравится. Включается у нас экран, у меня черная футболка, поэтому я от себя отодвину. Оцените, так, черная тренога. Вот, оцените размеры рамок. Я ни хрена не понимаю, что сейчас происходит. Если я правильно помню, то в HTC U11, по-моему, рамки еще больше. Но это не делает, как бы, вот этому аппарату какой-то части. Я не понимаю, как в 2000... Ну, я понимаю, что в 2017 он выпущен. Но вот как в рамках 2018 года может существовать вот такой вот флагман с такими, блин, рамками. Смотрите, цена конская. Комплект никакой. Внешне, по моему личному мнению, никак гаджет выглядит. Сравниваем, например, с Galaxy Note. В комплекте дохрена чего. Ты открываешь этот комплект и балдеешь, как оно все упаковано красивенько. Ты достаешь смартфон из коробки и балдеешь, как он выглядит. Ну, я допускаю, кому-то вот это напыление на заднике может понравиться. Окей. Ты включаешь устройство, ты смотришь на дисплей от рамки до рамки. Он гигантский, и ты, как бы, продолжаешь оргазмировать, да? Что? Что здесь? Тут ни хрена нет. Вы говорили, что в iPhone скучный дизайн, про X мы не говорим, это ошибка природы и планокурство команды Apple. Восьмерка. Вы говорили, скучно. Вы говорили, мы на это смотрели тысячу лет, это никому уже не надо, вы задолбали. Но там есть дизайн, он хреновый, старый, неинтересный, но он есть. Где здесь дизайн? Что это за наркомания? Я понять не могу. Сейчас я быстро произведу первое включение. Две секунды с вами условно пообщаемся по этому аппарату, и на сегодня это будет. Все напоминаю, что надо в комментах под этим видео свои вопросы оставлять. Давайте я сразу скажу важную фразу. Это мои первые впечатления от этого аппарата. Я к нему отношусь предвзято, потому что конский ценник, потому что это ж Google, и типа, ой, iPhone, как дорого. Мы ждем, что это устройство действительно меня как-то охренительно впечатлит, и уже в обзоре я буду прям слюнями во всю сторону, во все стороны бросаться и говорить, ах, как классно, ой, Google, какие же вы молодцы за такой телефон, не грехи две тысячи баксов выложить. Маленький перерыв. И вот я, собственно, и вернулся, капельку побаловался я с этим агрегатом, и первые впечатления где-то такие. Очень быстрый, суммарно в руке сидит приятно, благодаря вот этому самому напылению, о котором я сказал. Плюс пришло понимание того, почему сверху и снизу рамки такие огроменные. До Сережи же дошло, что тут же стереоспукеры есть. Но, как бы, рамки по бокам, как мне кажется, все-таки можно было немного более утонченными сделать. Ну и плюс, с одной стороны, вот эта обоина, которая у нас стоковая является, как бы, очень круто и жирно, что она анимированная и красивая такая. Но я боюсь себе представить, сколько она жрет ресурсов системы. В остальном у нас самый настоящий Android в самом соку. У меня тут уже скачалось обновление. Так, так, где у нас тут обнова? Вот она уже скачалась, ее пока не ставил, пока. Но, как бы, скачано, хорошо, окей, зашибись. Что можно сказать еще? Настоящий Android показал себя, как настоящий Android. Абсолютно каждый Android-смартфон, который к нам попадает на тесты, это абсолютно не важно, что. Это какой-то очень кустарный китай из разряда какого-то Amhors'а или Blue Book, или это козырный Samsung, или это что-то между ними в лице OnePlus'а. Обязательно у нас вылетает маркет. Как минимум раз. И это, естественно, случилось и на Pixel'е. Я даже сделал фотку. На тебе, полюбуйтесь. Вот вам телефон за 1000 баксов. Вот вам дружелюбная операционная система. Стабильная. Вообще все круто. Суммарно по корпусу у меня предварительно вопросов нет. Я его не разглядывал. Но вроде бы как собрано хорошо. И если вы трезво понимаете, что такое большой смартфон, наверняка вам очень даже понравится. Что я еще хотел бы сказать? Я тут, конечно же, для того, чтобы это видео хоть какую-то информативность несло, прогнал тут Antutu. Я перевожу фокус вот сюда. Есть. Я возлагаю рядышком Galaxy Note 8. Вот такой сложный пароль ввожу. Возлагаю рядышком OnePlus. И ввожу точно такой же сложный пароль. Так, открываю Antutu здесь. Открываю Antutu здесь. И вы наглядно видите... Назад, пожалуйста. И вы видите, сколько пиксель набрал на фоне ноута. И сколько он набрал на фоне OnePlus. Как бы вроде бы как цифра и неплохая. Но тут ты в очередной раз вспоминаешь, что Galaxy Note стоит сейчас, по-моему, баксов 800 примерно. Я могу ошибаться. А OnePlus где-то там в районе 500 вообще. А Pixel как бы тысячу. И ты как бы еще сильнее думаешь над этим всем. Ну окей. Еще одну вещь на правах сравнения я хотел бы показать. Мы откроем YouTube. Любимейший клип Дмитрия Леонидовича Зонны. У нас тут уже открыто одно и то же время, чтобы не тратить на это время. Собственно, такая вот у нас интересная фигня получилась с дублированием слова. Вы видите, что везде у нас установлена максимальная громкость. И давайте оценим. Для начала давайте Galaxy Note. Достаточно. Так, не спать. Теперь OnePlus. И теперь Pixel. Если кто не понял, в двух словах, в ноуте динамик просто норм. Ну, на самом деле, достаточно хороший. Но в сравнении с вот этими двумя аппаратами он просто нормальный. В OnePlus, а невзирая на то, что динамик один, по-моему, из этой тройки самый классный. Ну, а в Pixel, хоть у нас и два динамика, да, у нас есть эффект какого-то объема. И чувствуется, что звук, вот он именно отсюда идет. Не где-то тут он витает, а он идет именно с этого смартфона. И когда вы будете играть или смотреть кино, и вот эти динамики вам в лицо будут смотреть, наверное, это будет более приятно. Но звук гулкий в сравнении с тем же OnePlus. Предварительно пока что по этому аппарату это все. Хотя нет, я еще вот в эту секунду даже не успел ни одной фотки сделать на это устройство. Но у нас сейчас вечер, и именно поэтому сейчас специально после съемок этого видео я пойду сейчас и сделаю фотки. А вы их видите уже сейчас. Скажите, пожалуйста, вот прям там в комментах под этим роликом, как вам качество, фотографии, видео, которые снимает Pixel 2 XL. Их немного, но сколько сделал, больше будет в обзоре. Пример видео у нас будет в хреновом освещении. Вот. Так просто интересней. Наша динамическая модель Дмитрий Леонидович пришли в кадр, машут нам рученькой, вот, и уходят из кадра. Прекрасно. Вот вы и посмотрели, как снимает видео Pixel 2 XL. А ну-ка сейчас я потрясу чуть-чуть руками. О, стабилизация есть, ни хрена себе. А сейчас я похожу туда обратно. Программная. Да, типа программная. Но типа огонь. Но типа хрен его знает, надо на компе смотреть. Ну, как бы давайте еще. Фокус, а ну оп. Есть фокус. Хрен пойми. Атак. Атак. Атас. Атас. Ну, вроде все зашибись. Теперь у нас точно все. На этом мы пока что ставим точку. В комментариях под этим роликом, пожалуйста, задавайте свои вопросы относительно Pixel 2 XL. Предварительно у меня было негативное к нему предрасположение. Сейчас оно уже чутка как бы положительнее стало. Но он все-таки стоит 1000 баксов. И поэтому я буду к нему предельно жесток. На предмет делания каких-то выводов относительно него. Еще раз. Комменты в вашем распоряжении. Задавайте вопросы. В описании ролика вас будут ждать ссылки на этот смартфон. В различных интернет-магазинах. Плюс линк на кэшбэк. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписаться на наш канал. И поделиться данным роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferrum Live. Спасибо, что смотрите. Пока.